Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбан Гулыберда Мухаммедов провел первое заседание правления благотворительного фонда. В городе Аркадак состоялась свадебная церемония, группа туркменских паломников вернулась из Саудовской Аравии на родину и другие новости. Первое заседание правления благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбан Гулыберда Мухаммедова провел в субботу национальный лидер туркменского народа председатель Халкма Слахаты Туркменистана. В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности благотворительного фонда. Сообщалось, что за счет его средств было проведено 140 операций, а также интенсивное лечение в стационарных условиях нуждающихся в опеке детей. Помимо этого, педиатрические отделения больниц регионов Туркменистана были обеспечены автомобильными скорой помощи и необходимыми медицинскими средствами. Была оказана помощь многим детям, закуплено современное медицинское оборудование, а также отправлена гуманитарная помощь в зарубежные страны. Кроме этого, благотворительным фондам вручены подарки детям по случаю знаменательных дат, а также спортсменам, добившимся высоких результатов на международных соревнованиях. Первая свадебная церемония состоялась в недавно открытом городе Аркадаг. Церемония проходила в новом городском дворце бракосочетаний Бахт-Кешки. Вновь созданные ячейки общества семьи Агагель-Деевых были вручены подарки от имени президента Туркменистана Сердара Берда Мухамедова. Первая группа туркменских паломников, совершив в Саудовской Аравии в дни празднования Курбан-Байрама, обряды хаджи благополучно вернулась на родину. Побывав в Мекке, считающейся центром исламского мира, они поклонились священной Каабе, совершили семь кругов между холмами Сафа и Марва. А в священной Медине посетили мавзолей пророка Мухаммеда и его сподвижников, известные мечети и другие священные места. При совершении хаджа туркменские паломники вознесли всевышнему молитвы во имя дальнейшего процветания родной отчизны и благополучия народа. Объединение туркменфильм имени Огус Хана запустило в производство два новых полнометражных художественных фильма. Один из них – кинолента «Композитор». Другой фильм «Красавица Гургенча Тюрабек» обращен к истории и повествует о подростке по имени Гуль Мирдан, который стремится повстречаться с Тюрабек Ханым, дочерью Хана Золотой Орды и женой правителя куня Ургенча Кутлук Тимура. Усовершенствовать управление отраслью морского и речного транспорта поручил президент Туркменистана Сердар Бердамухаммедов. Соответствующие указания были даны Генеральному директору агентства транспорта и коммуникации при Кабинете министров Мамедхану Чакэеву в пятницу на заседании правительства. Президент Сердар Бердамухаммедов адресовал руководителю агентства конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию управления отрасли морского и речного транспорта в соответствии с международными стандартами. Японский диетолог Масахир Явасаки уверен, что красный болгарский перец способен снижать уровень плохого холестерина и одновременно повышать уровень хорошего. Красный болгарский перец или паприка содержит антиоксидант капсантин. Именно он придает красный оттенок паприки и перцу чили. Капсантин отвечает за выработку холестерина высокой плотности или хорошего, который в свою очередь помогает снижать уровень холестерина низкой плотности в организме. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев по предварительным данным ЦИК побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. Об этом сообщил на брифинге председатель ЦИК Республики Зайнидзин Низам Ходжаев. В ЦИК отметили, что Мерзиёев считается избранным главой государства. Туркменский российский специалист Курбан Бердыев получил работу в Махачкалинском «Динамо». Клуб объявил о его назначении в воскресенье. В сезоне 22-23 «Динамо» заняли восьмое место в Первой лиге чемпионата России по футболу. Новый сезон махачкалинцы начнут 15 июля в Лужниках матчем против московского «Торпедо». Новый главный тренер уже дал интервью пресс-службе махачкалинского «Динамо». Среди факторов, повлиявших на назначение, специалист отметил идею стратегического направления клуба. «Махачкалинская «Динамо» – это очень важный и серьезный проект. Хотелось бы, чтобы «Динамо» представляла Махачкалу в премьер-лиге. Такая задача стоит. Трудная задача, но ничего страшного», – отметил Бердыев. Ашхабадский спортсмен силового экстрима Давид Милкумов установил новый рекорд. Он голыми руками сделал то, что обычно делает спецтехника. Переместил вагон китайской компании «Сефан» весом около 48 тонн на 8 метров за 24 секунды. При этом вес спортсмена – менее 100 килограммов. Спортивное достижение было зафиксировано в воскресенье, 9 июля, на территории одного из филиалов «Демирьолары» в Ашхабаде. Атлет использовал технику «Арм-овер-арм», перетягивая канат, упершись ногами в специальную опору. В интервью корреспонденту «Туркменпортал» Давид Милкумов признался, что эта попытка ему далась не так легко, как это выглядело с той стороны. Туркменский защитник Ура Азатаев забил пенальти за российский медийный футбольный клуб «БАЗ» в серии послематчевых пенальти против ФК «Деньги» в матче третьего раунда нижней сетки московского кубка «Селебрити». До серии пенальти дошло после того, как основное время матча завершилось со счетом 1-1. Ура Азатаев отыграл в этом матче все 90 минут встречи. После 11-метровых ударов команда Атаева вышла в следующий раунд соревнования, где сыграет с «Броук Бойс». Матч пройдет 12 июля в Москве на Сапсан-арене. Победитель пары сыграет в «Туд Ротс» в гранд-финале турнира. 16 июля в Бухаре пройдет совместный турнир российской лиги «Опен» и промоушена из Узбекистана «Амир Тимур Файтинг Чемпионшип». В основном карде турнира в среднем весе боец из Туркменистана Мурат Тохтамышев проведет поединок с узбекистанцем Мамурджоном Хамидовым. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Субтитры подогнал «Симон»!